Как видно, что жилстрой и приоритет организации по указанному адресу Первомайской 33 отсутствует. То есть граждане, соответственно, приходят в управляющую компанию, попасть не могут. На входе объявление, что управляющая компания переехала в другое здание, на Первомайской 23А. Комиссия, состоящая из представителей городских властей и судебных приставов, отправляется туда. Но напрасно. Написано, что по техническим причинам не работает управляющая компания. То есть о чем можно говорить, если мы не можем с судебными приставами попасть в управляющую компанию, то куда народ ходит со своими вопросами. А вопросов хоть пруд-пруди. Причем как у волокжан, так и у приставов. Эта управляющая компания попала в поле зрения ведомства, потому как имеет многотысячный долг. Сюда же входят и неоплаченные штрафы за нарушение правил благоустройства. Например, за неубранные дворы и контейнерные площадки. И недобросовестных организаций в городе порядка 20. Все организации действующие, платежеспособные, однако никаких мер к исполнению решения суда они не принимают. В данном случае судебным приставам исполнителя будет рассмотрен вопрос, может быть рассмотрен вопрос о привлечении руководителей организации должников к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 315 Уголовного кодекса. Санкция статьи, которая предусматривает штраф до 200 тысяч рублей, либо лишение свободы до двух лет. В черном списке также управляющая компания «Управдом». Она находится на Гоголе 63. «Управдома задолженность перед административной комиссией и перед государственной жилищной инспекцией». «Так, понимаете, а сейчас главного бухгалтера нет? Наверное, главного бухгалтера была в этой курсе. Человек уходился?» «Ну, около 455 тысяч рублей». Ни о долге, ни о том, какая именно управляющая компания здесь находится, сотрудники рассказать не смогли. То ли это «Управдом-1», то ли «Управдом-2», а может и вовсе «Жилкомфорт». Все они зарегистрированы на одного человека. Организации «Управдом» и вовсе не существует, говорят работники. Компанию обанкротили и создали новую под таким же названием. «Решение от 6 мая 2016 года прекратить процедуру наблюдения, признать управдом несостоятельным банкротом, открыть конкурсное производство». Здесь даже нет никакой официальной информации о работе компании. На стендах висят старые лицензии. А искать какие-либо сведения на сайте – все равно, что иголку в стоге сена. «Население нашего города должно понимать, если управляющая компания не откликается на законные требования судебных приставов об уплате штрафов, то как они могут работать в целом с «Жилфондом». Жители нашего города должны понимать, что они ответственны как собственники своего имущества за содержание своих домов. Поэтому здесь нам с вами совместно необходимо отработать, чтобы ненадежные управляющие компании или, так скажем, мошенники с этого рынка ушли, чтобы их не было». К ним нагрянут еще не раз. В ходе рейдов в поле зрения чиновников попадут и ТСЖ, которые не справляются со своими обязанностями. О нарушениях в работе коммунальщиков могут сообщить и сами волокжане – в департамент градостроительства или на сайт проекта «Жилкомнадзор». Марина Киселева, Новости Вологды.